Привет! Снова на канале очередной обзор очередного планшета. Именно с таким настроением я садился за этот обзор, но все пошло не по плану, и я с одной стороны этому рад, а с другой стороны не очень. Сейчас все узнаете, в общем сегодня на обзоре у нас планшет XP-Pen Artist 19 Pro Gen 2. Я уже честно говоря и не припомню какой-то по счету планшет у меня. Кто на канале давно, наверное, знает, что я кучу экранников перетестировал и, скажем так, экспериментальным путем я пришел к тому, что оптимальный размер для планшета это 16 дюймов, именно для рисования. Потому что и интерфейс хорошо видно, и рабочей области достаточно, при этом мобильность сохраняется. Планшеты поменьше 13-12 дюймов, они слишком маленькие, там очень маленький интерфейс, и иногда даже рабочей области не хватает. А огромные планшеты больше 22 дюймов, там есть свои подводные камни. Кому интересно, в описании оставлю ссылочки на обзоры планшетов Gaumon 22, что-то там название не помню, XP-Pen Artist 22R Pro. В общем, кому интересно, смотрите. Но на обзоре сегодня планшет нетипичного размера. Здесь 19 дюймов, и раньше таких планшетов по сути не было, именно поэтому мне было интересно его пощупать. А еще здесь 4К, и я на самом деле скептически к нему относился, потому что считаю это слишком много для такого размера. Но, как говорил, обзор пошел не по плану, я даже вместо запланированной недели снимал его целых три. В общем, сейчас вы все узнаете. И по традиции начну с комплектации. Коробка этого планшета похожа на коробку Organizer от Artist 16 Pro Gen 2, которую я уже обозревал не так давно. Просто она чутка больше, но кое-какие отличия тут все-таки есть. Во-первых, планшет теперь запакован не просто в целлофанку, а здесь мы видим что-то наподобие чехла, и это приятно. Во-вторых, нас тут сразу встречает вот такой листок. И если ему верить, то экран этого планшета откалиброван. Это что-то новенькое и очень приятное. Ну а дальше нет каких-то особых сюрпризов. В комплектации есть Organizer для стилусов, и он тут свой, оригинальный. Внутри целых две ручки. Такое уже бывало у XPP на том же Artist 22R Pro. Но там одинаковые ручки были зачем-то. А тут разные. Естественно, в комплекте идет зарядное устройство с переходниками под разные стандарты розеток. Есть пультик, такой же как на 16-м Artist. Шнуры, их тут много, они очень хорошего качества, с оплеткой. Ну и вдобавок есть всякая мелочь. Перчатка, кайфовая тряпочка. Кстати, самая лучшая тряпочка из чех, что я вообще в принципе видел. Запасные наконечники. В общем, комплектуха очень богатая, но не максимальная. Есть еще более дорогая с подставкой. Но это не мой случай. Ну и давайте я пойду по порядку. Начну, собственно, с самого устройства. С экранника, планшета, монитора, как хотите его называйте. И давайте поговорим про дизайн. Это, конечно, дело субъективное, потому что на вкус и цвет все фломастеры разные. Но вот чисто внешне мне такой бесшовный дизайн нравится. Тут удобное скругление под руку. Но у этого решения есть минус. Потому что нет кнопок. А лично я любил позалипать в рисование на своем старом артисте Pro 15.6. Можно было на диванчик сесть, порисовать. И кнопочки очень кстати были. Они прям выручали. Вот с этим я не знаю как надо. То есть это клавиатуру куда-то мастырить. И да, тут есть мини-пульт в комплекте. Я про него рассказывал в обзоре на 16-й артист второй генерации. Задумка неплохая на самом деле. Но это бледная пародия на вакуумовский пульт. Потому что вакуумовский функциональнее и магнитится. В общем бескнопочный стиль это конечно здорово. Прикольно смотрится. Но не совсем удобно может быть когда вы работаете не на столе. Потому что пульт пока что сыроватенький. Но не совсем удобно его использовать в тех положениях когда ты не вот тут сидишь. Тут мне в принципе пульт не нужен. Я удобно справлюсь с клавиатурой. Можно конечно самостоятельно приколхозить какой-нибудь двухсторонний скотч. Вот здесь это все зафиксировать. Ну или может быть напечатать на 3D принтере какую-нибудь клипсу. Чтобы можно было зажимать. Да, в 2024 году у каждого дома наверное есть 3D принтер. Ладно, что-то я замечтался. Я думаю вы обратили внимание, что этот планшет очень похож на артист 16 Pro Gen 2. По сути они один в один по дизайну. Потому что здесь делано примерно как и с предыдущим поколением прошек. Вся Gen 2 линейка выглядит одинаково. Но кое-какая разница здесь все-таки есть. И у меня для вас сразу 3 новости. Плохая, хорошая и ну такая себе двоякая. Давайте начну с плохой новости. Качество сборки 16 модели, оно все-таки получше чем здесь. Ну с одной стороны с точки зрения зазоров, склеек. Здесь все шикарно, отлично, все прекрасно выглядит. Но, есть вот такая маленькая деталь. Не знаю сейчас услышите вы на микрофон или нет. То есть небольшое такое поскрипывание. В 16 модели такого не было. То есть там прям вообще модель булочка. Никаких посторонних звуков. Да, это не сильно напрягает. И нужно прям постараться сильно надавить на сам планшет. Но оно все-таки есть. Для сравнения. Вот монитор. И я сейчас его немножко подергаю. Вы услышите, что гораздо сильнее будет звук. Вот я просто прикоснулся к нему. Попытался поднять, опустить. И я бы сказал, что монитор этот не дешевый. Ну а вторая новость, которая неоднозначная. Здесь нет колодцев под разъемы на планшете. И с одной стороны это плохо, что здесь углубления нет. В 16 они были. Потому что проще выломать шнур. Нет защиты от дурака. Потому что в 16 колодцы разной ширины. И вы просто не вставите ни туда другой шнур. Но из-за разных колодцев может получиться целая эпопея. Как у меня это было. Кто смотрел обзор на 16 артист, тот вспомнит. Ну а плюс 19 модели в том, что у нее меньше рамки. Ну на самом деле они такого же размера. Просто из-за большего экрана они кажутся чуточки более тонкими. И мне это нравится. Теперь про шнуры. Они здесь качественные, как я уже сказал. С хорошей плотной оплеточкой. Основное подключение происходит через USB-C. То есть если у вас есть ноутбук, вы воткнули один шнур. Подоткнули его к своему ноутбуку. И у вас все работает. То есть подключение здесь очень простое. Как на маленьких компактных моделях. Потому что если вспомнить старые большие вот эти мониторы 22-шки. Там подключение скорее как у полансценного монитора. Но если говорить про компьютеры. У меня персональный компьютер. К нему планшет подключен. То тут будет чуть-чуть более замороченный вариант. И он все-таки ближе конечно к компактным моделям. Но немножко отличается например от того же 16 планшета. От 16 модели. Первоначально я когда достал все шнуры. Я прям немножечко запутался. Потерялся. Потому что тут два одинаковых качественных USB шнура с оплеткой. Какой-то маленький USB. И шнур два в одном с черным ящичком. Судя по значку сюда должен включаться шнур для питания. В общем я решил не рисковать. Почитал сначала инструкцию. Выяснилось что тройник надо подключать к разъему что ближе к кнопкам. А питалово можно вставлять или в черную коробочку. Или в другой пустой разъем. В общем у страха глаза велики. Сначала кажется что все сложно. Но на самом деле ничего там страшного нет. И вы видите у меня сейчас все подключено по одному кабелю. Что касается размеров. Несмотря на то что тут 19 дюймов. Планшет такой достаточно компактный. Смотрите я его легко одной рукой поднимаю. Можно положить поставить на колени. И в такой позиции спокойно рисовать. Никаких проблем. Ну кроме того что он немножко поскрипывает. И сам по себе планшет очень тоненький для такого размера. Если вспоминать большие модели 22 дюймовые. Например тот же самый артист XP-Pen. Но он вообще был неподъемный. То есть как гантеля. А этот можно даже куда-то перемещать. Задняя часть планшета. Тут есть несколько прорезиненных ножек. Верхние ножки очень широкие. А что самое интересное. Они откидываются. Можно придать более удобное положение для рисования. Еще здесь несколько вент-отверстий. Казалось бы это из-за того что он греется. Но на самом деле нет. Очень холодная модель. Ну и в отличие от более мелких собратьев. Тут есть крепеж веса. Такая же штука была на больших экранных планшетах. И на обычных мониторах она есть. Это чтобы крепить планшет к подставке. Мой основной рабочий монитор. Сейчас как раз закреплен через весоразъем. К г-образному. Он у меня немножечко музыкальный. Г-образному штативу. Это очень удобно. И можно закрепить туда и этот планшет. Этот монитор. Правда рисовать будет ну не супер круто. И кстати оригинальная подставка. Которая идет в комплекте к этому планшету. Она тоже через веса крепится. Что касается качества самого монитора. Оно очень хорошее. То есть тут довольно таки неплохая глубина цвета. Цветопередача. Контрастность. Углы обзора хорошие. И есть матовость. И это не пленка, а стекло. Плюс в том что стекло более долговечное. Пленки очень быстро стираются. Но если вам больше нравится обычное стекло. Эффект рисования как по льду. Тогда этот планшет не ваш выбор. Экран здесь охватывает по маркетинговым данным. 156% sRGB. 116% Adobe RGB. И 115% дисплей P3. На самом деле конечно реальные цифры они немножко меньше. Поэтому в некоторых своих рекламных буклетах XP-Plan указывают два значения на каждый из типов цветового охвата. В общем не хочу вас сильно сейчас загружать этими данными. По моим ощущениям это монитор с самыми большими охватами по цвету. Что интересно выбор цветового диапазона есть внутри драйвера. Я отмечал это еще в обзоре Artista 16. Но тут доработали дизайн драйвера. И теперь это выглядит очень симпатично. К драйверу мы еще вернемся. А сейчас скажу просто что это очень удобно. Потому что ну например рисую я какую-то графику для сайта. Который в основном будет просматриваться через персональные компьютеры. На компьютерах на обычных мониторах ну чаще всего не очень. Они в диапазоне меньше sRGB по охвату идут. И поэтому мне нет никакого смысла рисовать в Adobe RGB. Потому что изображение очень тусклое будет. Ну или наоборот когда я рисую под например печать иллюстрацию. То мне тогда желательнее выбрать Adobe RGB или P3. Ну в общем тут есть такое ну скажем претензия на профессиональный монитор. Ну и судя по цене это так и есть. Плюс здесь бумажечка с калибровками. Это тоже вселяет уверенность. Но калибровку лично я никак не могу проверить. Потому что у меня нет такого оборудования. Хотя могу сказать что при первом включении у меня не было желания лезть и сразу менять что-то в настройках. Как это было раньше на более дешевых моделях. То есть субъективно калибровка тут окей. Правда на мой вкус белый мне показался немножечко красноватым. Но это лично мое ощущение. Вторая важная часть планшета для рисования это стилусы. И я начну с кейса. Кейс похож на чехол для очков. Опять же на вкус и цвет. Поэтому тут без комментариев. Кейс очень солидный по весу. Крышка тут магнитная. Плотно закрывается. Это хорошо. Кстати она полупрозрачная. Внутри два пена и куча разных наконечников. Толстый пен это роллер. Первое ощущение он приятный. Хорошо лежит в руке и не громкий. Похож на ручку от Artist Pro Gen 2. Да по сути дела это одно и то же. Только там был ластик и две кнопки. А тут ластика нет. Но зато есть роллер. Сами посмотрите на них рядом. Оцените. Новый чуть-чуть уже и это удобнее. Ручка роллер будет чуть-чуть потише по кнопкам. И чуть дороже визуально выглядит. Теперь про тонкую ручку расскажу. Ну судя по рекламе на сайте. Это первая тонкая ручка на чипе X3. Хотя на Android планшете того же XP-Pen уже была тонкая ручка. И к нему уже подходили толстые стилусы на X3 чипе. Поэтому ну хз. Кстати по этому планшету выяснились кое-какие ништячки и косяки. Я про это рассказал в своем телеграм-канале ссылочка в описании. Но вернемся к тонкой ручке. Чтобы ее снять надо вытащить вот эту штуку. Что это такое? Это заглушка кнопки. То есть кого бесят случайный нажим и клавиш, можно их вытащить и вставить заглушку. Не знаю зачем это нужно, странная фишка, но может кому-нибудь будет полезно. Напишите в комментариях. Визуально тонкая ручка выглядит тоже дорого, хорошо. Гораздо интереснее ручки от того же Magica Pro. Но когда берешь ее в руки, тактильно ощущается она попроще ручки роллера. Потому что кнопки чуть погромче. Она не прорезиненная. Толстая в общем солиднее. Но возможно кому-то будет удобнее хват, допустим девочкам. Но зато у этой ручки гораздо больше ходы. И это хорошо. Потому что так легче дозировать силу нажима. Характеристики обоих ручек идентичны. Сейчас на экране. Кто захочет поподробнее изучить, я оставлю в описании ссылку. Естественно ручки тут безбатарейные. С поддержкой наклона. Заряжать их не нужно. И тут 16 тысяч уровней нажатия. Ну по сути вот эти 16 тысяч уровней нажатия, как я уже раньше говорил. Это больше маркетинг. На самом деле большой разницы с 8 тысячами я особо не замечал. Поэтому давайте я расскажу вам про более важные вещи для рисования. А точнее о своих впечатлениях, которые я испытал во время рисования. Как только я все подключил, начал пробовать. Меня поразило, что все из коробки уже настроено. Не надо калибровать стигус. Экран. Все сразу работает как и должно. Стилус тут очень точный. На моей памяти вообще лучший в этом плане. Даже лучший артист 16 про ген 2. Ручка от 16 кстати тоже работает. И она тоже чуточку более точная. Не знаю почему. Наверное из-за размера планшета. Еще на точность играет ламинированный экран. То есть тут нет зазора между стеклом и экраном. Напомню, на старых 22-дюймовых экранах зазор, то есть параллакс, был. Что касается отставания кисти от ручки. Оно есть, но минимальное. Такое же, как и на мелком собрате. Кстати, в разных программах разные ощущения будут. Фотошоп тупее. А, например, сай 2 гораздо бодрее. Ощущения очень близки к андроид-планшетам в легких приложениях. Ну или к айпаду. Что еще я могу вам по ручкам сказать. Они тихие, но все-таки не эталонно тихие. Самый как бы эпик вин для меня это была ручка Артис 22 Air Pro. Там вообще супер мягко все нажималось. Но здесь тоже в принципе на уровне. И вот теперь главный вопрос. А какую ручку вот из этих трех можно выбрать? Она лучше всего будет подходить для рисования. На самом деле хорошо, что можно выбирать. И тут очень многое зависит от того, что конкретно вам нужно. Если для вас важны ощущения от уровней нажима в процессе рисования, то я бы порекомендовал вот эту тонкую ручку. Потому что у нее самый большой ход наконечника. И от этого удобнее дозировать нажим. У роллера и классической ручки ходы поменьше будут. А у роллера еще и кнопки высоковаты. Но на тонкую ручку нужно посильнее нажимать, чтобы пробить все 16 тысяч уровней нажима. Но это можно в драйвере на самом деле потянуть. Я выбрал примерно вот такую шкалу. Если вам нужно будет, пользуйтесь. И теперь эта ручка с меньшим нажимом может активировать весь свой диапазон. Ну а если вам важны тактильные ощущения, выбирайте ручку с роликом. Ролик это интересная, удобная фишечка, потому что на нее можно поставить размер кисточки, например. И еще она приятнее в руке. В нее можно поставить фетровые наконечники. Лично мне они больше нравятся на покрытие конкретно этого планшета. Они тише, мягче работают. И как показал опыт с фетровыми наконечниками на матовом стекле Magic Pad'а, фетровый наконечник на порядок более долговечный. Вот это вот все, что я вам сейчас наговорил. Это не минусы, а скорее кое-какие нюансики, которые вам будет полезно узнать. Потому что если вы начинающий рисовальщик, у вас был один, может быть два графических планшета, вы особо этих нюансов не поймете. Это я такой разбалованный. И поэтому могу посравнивать на вот этих тонкостях ручки. И могу сказать, что в принципе мне до сегодняшнего дня не встречалось ни одной ручки, ни одного стилуса, которая была бы просто 10 из 10 на кончиках пальцев. Теперь пройдемся по экрану. Как он в работе ощущается? Мне понравилось покрытие. Оно гладкое, но при этом матовое. Сейчас объясню, как это. Покрытие справляется со своей задачей. То есть убрать блики, создать ощущение бумаги, но при этом оно почти не шакалит картинку. На всех других экранниках, где было матовое покрытие или пленка, за исключением 16-го Artist Pro Gen 2, картинка мутнела, глаза быстро уставали, цвета немножечко тухли. И именно пленки быстро царапались. Тут этого всего нет. Видимо мелкая зерна и 4К делают свое дело, но наконечники тут довольно быстро истираются, если мы говорим про обычные пластиковые. И есть вопросы, как это покрытие будет выглядеть через год, например. Чисто ориентировочно могу сказать, что аналогичное покрытие на Magic Draft Pad пока что нормально себя ведет за несколько месяцев, но я там далеко не каждый день рисую. Насчет 4К. У меня были большущие сомнения, потому что как-то давно мне высылали на обзор 4К монитор, довольно большой, и я для себя понял, что если экран до 27 дюймов, ну никакого смысла в 4К вообще нет, потому что нагрузка на систему выше, если играть, конечно же. Цена, ох-ох-ох, какая становится. И картинка, ну, слишком, наверное, резкая мне показалась. После нее, когда смотришь в реальный мир, ну он каким-то мутным кажется. Именно поэтому вот этот 24-дюймовый монитор я выбрал в формате разрешения 2К, ну, правильнее сказать, 2.5К, 2560 на 1440. Вот такое разрешение у него. И это, в принципе, золотая середина, как по мне. И когда я начал работать вот с этим планшетом, я на самом деле удивился, потому что здесь 4К в размерах этих 19 дюймов смотрится, ну, прям окей. Естественно, пикселя здесь не видно, но и нет супер-кристальной резкости. Видимо, ее чуть-чуть съедает матовое покрытие. Кстати, тут не надо ставить знак равно между покрытиями обычных экранов. Тут это немножечко по-другому работает, потому что по этому покрытию нужно рисовать. В общем, на удивление, в экранниках от 19 дюймов с матовым стеклом 4К оказалось самое то. Но не забываем про минус в плане производительности. И некоторые программы не работают с разрешением 4К, немножечко мылит. А еще здесь 60 Гц. Да, не 144, не 200+, для рисования разницы почти нет. Хотя все-таки на моем 144-герцовом мониторе курсор как-то поплавнее, поприятнее ходит. А еще я слышал, что при большей герцовке меньше утомляется зрение. Еще в плюс могу сказать, что планшет большой, но при этом не огромный. Он тоненький, площадь для рисования тут больше, чем на 16, ну или тем более 13 дюймов. Интерфейс шикарно читается, и я думаю, это будет актуально для любителей фотошопа, 3D-моделирования. При всем при этом тут в плане рисования все еще удобно, рабочая область не кажется какой-то огромной, можно сохранить моторику движения пальцами, и рука не устает, как на больших планшетах. И еще круто, что он не тяжелый. Я уже показал, что его можно спокойно разместить, например, на коленках. Он тоненький для своего размера. В общем, какая-никакая условная мобильность, если вообще можно про такое говорить, когда мы обсуждаем экранники, она тут есть. Но нет кнопок, и поэтому развалиться на диване с ним не очень удобно. Про это я тоже уже рассказывал. Ну и теперь самое интересное, это выводы, и почему я, собственно, так назвал этот обзор. Планшет хороший. На данный момент это, наверное, лучший планшет из тех, что я рисовал. Конечно же, не без минусов. И если выбирать между 16 дюймами, Artist 16 Pro Gen 2, и вот этим 19 дюймовым, я бы его вам посоветовал, но только при условии, что у вас есть деньги. Потому что планшет дорогой, в среднем 100 тысяч рублей или 1000 долларов. Вроде бы дорого, да, но на самом деле это сейчас вполне себе конкурентная цена. И вот смотрю я такой боковым зрением на этот планшет, и понимаю, что это, ну, по сути, планшет моей мечты. Потому что когда я несколько лет назад начал осваивать цифровое рисование, у меня была простая досочка, и я думал, ох, а как бы здорово было бы порисовать на экраннике. Потом у меня экранник появился, первый недорогой, и я думаю, о, круто, класс, но как-то не так я это себе представлял. Тут мазок от ручки отстает, большой зазор до стекла, да и диагональ, наверное, маловато. Потом, когда появился следующий экранник получше, вот, уже почти оно, но хотелось бы еще вот тут, вот там, вот это немножко подкрутить. С тех пор прошло много лет, и почти все мои хотелки, они вот здесь воплотились. Но к этому моменту я уже настолько прокачался в рисовании на обычной плашке, что мне этот планшет практически не нужен стал. Да, он удобнее будет немножко в некоторых режимах рисования и в некоторых задачах, но в большинстве работ я так же удобно буду рисовать и на обычном планшете, на обычной плашке. И в итоге у меня случилось вот такое разочарование. Я вроде бы получил то устройство, о котором мечтал, но к этому моменту оно мне уже вроде как и не особо нужно. Не знаю, напишите, что вы думаете по этому поводу. Надеюсь, был полезен. В описании оставлю ссылки на свой ВКонтакте. Там иногда выходят эксклюзивные видео, интересные посты. Еще у меня есть страничка в Телеграме, про нее сегодня тоже говорил. Там в основном новостные посты, и если Ютуб заблочит, то именно там будут основные новости, что и как дальше. Ну и Бусти, конечно, тоже есть. Там пару десятков эксклюзивных видео, других материалов для тех, кто хочет поддержать вот такие обзоры моего творчества. Ссылки на все это в описании. Всем творческих успехов, удачи и пока!